Второй этап сборки хиксопода – подключение электроники. Сначала закрепим Arduino Uno на верхней части корпуса хиксопод, для чего на корпусе предусмотрено 4 отверстия, в которые мы установили 4 стойки. Далее на Arduino Uno установим сервошилд на 16 каналов. При установке сервошилда обращайте внимание, чтобы ни один из выводов не зашел за пределы посадочной площадки Arduino Uno. Шлейф каждого сервопривода состоит из трех проводов – коричневый ground, красный плюс питание и оранжевый шим. Перед подключением аккуратно проведем каждый провод через отверстие в корпусе хиксопода. После того, как подключены все сервоприводы, подводим питание плюс 5 вольт к силовой части сервошилд. Силовая часть сервошилда запитывается через зеленый клеммник и может потреблять до 2 ампер, поэтому мы будем использовать источник питания на 9 вольт, от которого запитаем Arduino напрямую, а сервошилд через понижающий преобразователь на 5 вольт 3 ампера, который также установим на корпусе хексопода. Теперь установим тремошилд на сервошилд, предварительно увеличив высоту посадки, используя контактные площадки. Шилд мы устанавливаем для удобства подключения ИК-приемника, тремосветодиода и тремокнопок, которые нам понадобятся как для управления хексоподом, так и для его калибровки. Наш хексопод управляется через ИК-пульт, поэтому к седьмому цифровому выводу подключаем тремо-ИК-приемник. Для калибровки хексопода понадобятся две кнопки и один светодиод. Светодиод мы подключаем к четвертому цифровому выводу, тремошилда, а кнопки подключаем ко второму и третьему цифровому выводу тремошилда. При подключении обращайте внимание на распиновку. Черный провод мы подключаем к выводу ГНД. Кнопки и светодиод нам нужны только для калибровки. После того, как хексопод будет откалиброван, мы можем исключить кнопки и светодиод из схемы. К выводу номер 2 подключена кнопка А, к выводу номер 3 подключена кнопка Б. Продолжение следует... Продолжение следует...